Итак, обида. Когда мы слышим это слово, оно в какой-то степени похоже уже на рассматривание нами феномен, на феномен зависти, о котором мы говорили в одной из прошлых передач. То есть в центре нашего внимания глагол «видеть». То есть смотрите, обида. Если мы обратимся к этимологии данного слова, то оно восходит к старославянскому «об видеть» другими словами. То есть кто-то другой обошел меня своим видением, и я в этот момент остался неувиденным, соответственно, непризнанным, никаким образом не обозначенным. Интересно, что в переводе с евреито слово, которое обозначает термин обида, в какой-то степени мы можем перевести как такое словосочетание «я для него прозрачный». То есть подводя такой небольшой итог, понятие обида обращает нас к тем переживаниям, к тому состоянию, в котором человек в какой-то момент оказывается неувиденным в той должной мере, в которой бы он хотел быть увиденным. Итак, то есть обида — это связано с видением мною, самим себя. То есть у меня есть нечто о самом себе, что, мне кажется, должно быть заметно, что должны другие люди увидеть. И у меня есть некий проект относительно того, как это видение мною, самим себя, и как другие люди это видение разделят, и как это все воплотится в жизни. То есть конкретный какой-нибудь пример. То есть это некоторые ожидания. То есть я хочу, чтобы меня увидели определенным образом. Поэтому, забегая вперед, мы говорим о том, что с точки зрения психологии в феномене обиды, в переживании обиды, есть два измерения, которые очень важно учитывать сейчас нам. Одно — это личностное, то есть субъективное, то есть как я хочу, чтобы меня видели. А второе — межличностное, то есть второе измерение связано с ситуацией нашего общения с другим человеком. Потому что именно он, опять же, становится тем мерилом, той оценкой, на которую я ориентируюсь, и которая меня либо удовлетворяет, либо огорчает. И тогда получается то, что обида, она, в общем-то, зачастую сопровождает жизнь, если не каждого человека, то очень многих из нас. Именно потому, что, с одной стороны, мы живем в этом мире, и у нас всегда есть некоторое представление о себе, о своем месте в этом мире. И есть ожидание того, как это будет воспринято, как это будет оценено. И обида возникает тогда, когда происходит некий сбой, некий разрыв между тем, что я ожидаю, и тем, как реально эта оценка происходит. Либо как раз-таки не происходит. То есть я могу ожидать то, что я приду, солнце ясное, и все улыбнутся, и все как бы обрадуются, или хотя бы поздороваются со мной. А никто вообще никак не отреагировал, меня никто не обижал, никто никакого зла мне не сделал, но я оказался прозрачным. Я оказался неувиденным. И эта инерция, которая у меня была, она, получается, схлопывается, и тогда возникает у нас, собственно говоря, этот разрыв, который и, как бы сказать, боль от этого разрыва, она и может быть понята как чувство обиды. Или расхождение. Опять же, между тем, что я предполагал, и тем, что я имел место в реальной жизни, в реальном, в общем-то, опыте. Есть еще один существенный момент, на который я хотела бы ваше внимание обратить. То есть меня не просто не увидели так, как я хотел. То есть произошло рассогласование моих ожиданий с реальностью. Это еще несправедливо. То есть возникает некая система моего восприятия, оценки до реальности, как это должно быть. То есть меня незаслуженно не увидели. И вот именно элемент несправедливости как раз придает пикантность, горечь, вот эту вот досаду, переживанию обиды. Ну, пускай. Мне кажется, то, что, в принципе, это то же самое, что мы проговорили, в том смысле то, что мое ожидание, я всегда ожидаю, как мне представляется изнутри моей системы координат, чего-то правдивого, того, что не только вот как бы само собой существует, но и должно так быть. Правильно. Так правильно. Я не претендую на что-то исключительно, как мне кажется. И когда вдруг эти совершенно естественные вещи, как мне представляются, эти совершенно справедливые, как мне представляются вещи, оказываются неочевидными для других людей, то я не просто уязвлен, я возмущен как бы разрушением некого такого вселенского, такого вот справедливого миропорядка. То есть моя обида, она такая вот как бы... Справедливая и закономерная. Да.